На этапы Кубка Мира классические никто тоже не отменял, и общий зачет Кубка Мира также. Но все это все-таки рассматривается лишь в комплекте с хорошими достижениями на сочинских трассах. Если будут достижения в Сочи, не будет совершенно никаких достижений в Кубке Мира, тогда никто особенно сокрушаться не будет, ни из лыжного начальства, ни даже в сборных. Но так не бывает. На сегодняшний день все-таки нет людей, которые бы совсем не бежали бы в Кубке. А потом бы хватали медали такого высокого уровня. Ничто не берется из ниоткуда. Обладатель большого хрустального глобуса стал таковым на последней неделе Кубка Мира. Напряженность, конкуренция, живая интрига до самых последних метров – это то, что нужно любому виду спорта. Повышение уровня всех соперничающих команд и уравнивание уровней этих команд – это очень важный момент, который будет разбираться на многочисленных совещаниях в ближайшее время. И, может быть, вот этот мини-конфликт насчет прибытия нового, еще пока не существующего, здоровенного моторхоума, где можно не только мазать лыжи и не только в случае чего переодеться, но можно устроить настоящие каникулы чуть ли не в стиле спа, которые спроектировали и запустили к постройке норвежцы. Может статься так, что на каких-то гонках он и не будет появляться вовсе, а как бы это еще и не были деньги, которые придется каким-то образом потом частично возвращать через продажу этого агрегата, только вот понять бы кому. Но пока еще никаких решений, конечно, в этом направлении не принято. И вообще у всех, кто активно рубился на этих трассах, мы сейчас только об одном. Заслужили, еще надо пробежать некоторое количество коммерческих стартов, без которых не обойтись в современном спорте. Ну а стало быть, после этого все-таки отдохнуть, переключиться и набраться каких-то эмоциональных сил перед долгой предсезонной работой и перед крайне напряженной предсезонной работой, потому что цель – Олимпийские игры, вершина четырехлетия во всех зимних видах спорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что ж, вот он подиум, и вот она толпа вокруг подиума, что чрезвычайно радует, потому что частенько мы видим, что даже самые-самые преданные виду спорта зрители вспоминают о том, что каким-то образом надо схватить машину и выехать с парковки не за час, а за более-менее ужатое время. Здесь же все-таки проявляют болельщики уважение к своим любимцам, еще и в этом. Мирясь, допустим, с какими-то некоторыми сложностями бытового характера, которые ожидают после. Много-много норвежских болельщиков здесь. Болельщики Юстины Ковальчик сегодня остались немножко без работы, но тем не менее это любопытнейшее зрелище досмотрели до конца. Частично польские флаги реющие здесь опровергают то, что постоянно говорят на каждом углу, что вообще мужской лыжный спорт поляки не смотрят в принципе. Как только проходит женская гонка, они телевизоры выключают. Соответственно, из-за этого телерейтинг получается фактически нулевой у мужских соревнований, потому что там шансов на попадание на пьедестал нет никаких. Но факты упрямая вещь, и мы видим, что все-таки этот большой лыжный фестиваль заставил поляков. Ну и потом погода замечательная, солнышко наиприятнейшее. И если ехали вдаль, то уж надо получить удовольствие до конца. Я не чувствую себя частью этой многонациональной семьи. Всегда очень-очень здоровая атмосфера на трибунах в зимних видах спорта. В плане того, что каких-то конфликтов ничем не спровоцированных. Это не на электризовании спорта, это здорово. Ну и сейчас будут, вы видели там, полноприводный самодвижущийся экипаж. Интересно, что борьба так, слушаем Рокуна, победитель Кубка мира. Это был успешнейший день. Ну и я после чемпионата мира даже не планировал бороться по большому счету, потому что я чувствовал, что был разрыв слишком большой, но потом обстоятельства сложились, и вот такая была напряженная борьба. Ну и по ощущениям я шел очень хорошую гонку, я начал хорошо и закончил победителя. Ну, как оцениваешь это среди своих других успехов? Ну, конечно, мой приоритет все-таки был чемпионат мира. Но тем не менее, быть лучшим на протяжении всего сезона, это особая награда. И я бы сказал, что это 15 километров на чемпионате мира, это моя главная победа, мое золото тамошнее, а общий за счет Кубка мира это второй по значимости успех. Как отдыхать будет? Ну, у меня были до этого неопределенные планы, а так я отправлюсь домой. Но для начала надо как следует это все отпраздновать, а потом уже строить какие-то планы дополнительно. Такой скромненький, не слишком многословный, совершенно не эмоциональный перед микрофоном. Каких только нуртугов мы не видели до последнее время. Будет вручение и спецприза. Спецприза BMW Trophy, где тоже все определялось очень-очень долго. И, в общем-то, поединок оставался открытым до этой недели. И только накануне, когда были разыграны последние спринты, в этой номинации только тогда все стало ясно. Так, сейчас что-то нас все-таки ожидает. Да, я фердий по сестному. Лотеный, а? Ха? Лотеный, а? Да, я фердий по сестному. Когда конца, я была вручение. Да, я была вручение. Это 17 километров. Да. По сестному эффекту, ты не слышишь? Нет. Я сказал 17 сестному. Нет, это было когда конца, ты был вручение. Да, это было 15 километров. Да, это было 17. Нет, я не зналый, я росб힌 на баке, но я всё это было очень-оченько. Да. Я не знал, что я смогу до конца. Я думал, что это было последний день. Нет, я думал, что это последний день. Кто знает как перегохудры? Ну, в общем, он будет в Тронхейме в ближайшее время, так что кто планирует в это время там оказаться, может быть, сумеет его там поймать. Знакомые все лица на общем плане. Мини-тур закончен. Награждение немножко задерживается, но здесь цветочная церемония для всех и для Максима в том числе. И выводящая группа какая-то, она все-таки с заминками. И как-то очень далеко пришлось идти. Такое ощущение, что Максим все-таки рассчитывал на то, что это будет где-то так поближе и покороче. Но чего только не было. И забеги даже в сторону пьедестала почета на среднюю дистанцию. Что после гонки завершившейся только что, наверное, не самый хороший вариант. КОНЕЦ 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 Жалко, что без автограф-карт движется сейчас Петер. А так, Бадмин с приветствиями был бы еще более приятный для баллической аудитории. Субтитры сделал DimaTorzok